всем привет друзья раз два три 4 5 шесть месяцев меня не было на канале но есть уважительная причина я работал очень много работа но сейчас я готов продолжать и сделаю это прямо с этого места мы находимся на улице охотный ряд 2 мне кажется что это красная площадь дом 1 это прям прям самый центр москвы там у нас находится красная площадь сзади у нас находится большой театр сум государственная дума здесь у нас слева находится наше здание ну смысле сейчас я вам все расскажу не переживайте это отель фосизон достаточно модный достаточно старый вот и такой достаточно проходимый отель у которого с одной стороны отель фосизон с другой стороны это торговый центр модный сезон почему я именно с этого места начинаю наш выпуск потому что я решил стать ресторатором мы уже немножко потренировались мы открыли с вами банный комплекс сайберия помните сколько было выпусков на канале сколько мы строили сколько было переживаний сколько мы сроков потеряли нервных клеток и всего остального но я скажу что у нас все получилось на сегодняшний день сайберия стала уже сетью сейчас мы открываем санкт-петербург еще два дополнительных комплекса в москве и еще один в дубае в банном комплексе сайберия есть ресторанчик небольшой очень вкусный очень такой домашний классный когда ты можешь прийти попариться и очень вкусно покушать мы решили что раз уж мы построили ресторан где люди ходят голые то почему бы нам не построить ресторан где люди ходят красивые большой классный ресторан прямо в центре москвы поэтому решили что в апреле у нас откроется ресторан который называется манул знаете кто такой манул сейчас я вам все расскажу большой ресторан 850 квадратных метров прямо в центре столицы это ресторан мать его сибирской кухни и при этом этот ресторан будет очень модным классным таким местом где люди будут очень красивые собираться и с этого выпуска мы начнем показывать вам наши стороны бизнес москве поехали что мы находимся в торговом центре здесь ресторан страна которой нет несколько кофеин аптеки куча бутиков обычный торговый центр центре москвы но в целом смотрится достаточно прикольно а вот оно наше помещение раньше здесь был ресторан итальянца блин я забыл вот здесь вот на картинке значит это была франшиза и когда события все произошли 22 года ребята просто свернулись и уехали в италию но мы так подумали что если ребята уехали в италию то нам надо заехать сюда и показать настоящий сибирский ресторан вы можете посмотреть сюда это наш логотип красиво да смотрится согласитесь манул это кот который проживает в лесах сибири это один из древнейших вообще кошачьих это предшественник саблезубых тигров это в общем такая пушистая и очень мягкая вот такая подушечка но достаточно такой дерзкий кот которого невозможно приручить и да он есть зоопарках в москве и в санкт-петербурге но как бы это единственный из кошачек который сказал что ребята извините я с вами жить не буду я как бы отдельно и он такой достаточно гордый и классный кот поэтому у нас на логотипе вот такие прикольные глазки носик и соответственно вот на английском сделали вот такую аутентичную надпись на черном фоне что еще у нас вот такие вот петроглифы присутствуют тоже в брендинге мы брендинг делали совместно с брендинг агентством тюрьков будков это наши друзья из волгограда у которых там куча каннских львов очень много у них наград и там действительно работают очень крутые арт-директора я с ними вот аутентичные проекты делаю в том числе мы делали с ними сибирь мне кажется очень прикольно получилось пока это просто заглушка как бы ничего особенного но в будущем чуть-чуть попозже вы сможете увидеть уже полностью весь гайдлайн да весь всю идентику которую мы будем использовать в рекламе каких-то печатных материалов книгах как бы там очень-очень много всего и в том числе одежда персонала здесь можно будет зайти но мы сейчас с вами пойдем через другой вход мне понравилось это помещение потому что она реально просторное большое классное и самое главное у него несколько окон выходят на большой театр представляете ну то есть это прям ух сердце столицы давайте зайдем посмотрим как выглядит дом манула и самое главное вы видите это первыми добро пожаловать наш ресторан наш будущий манул прямо в центре столицы сейчас такая самая активная стадия строительных работ и чем мне нравится рестораны на самом деле рестораны как будто бы быстрее что ли строится чем баня потому что баня это вообще это самое сложное во что можно было вписаться с точки зрения стройки ну ладно пойдем с вами по шагам но я хочу это делать не один я пригласил диму орлянского это управляющий партнер нашего ресторанного направления дима предприниматель ресторатор человек оркестр просто как бы профессор по-настоящему умный умный парень очень на самом деле и практически разбирающийся во всем веди нас будем делать мы очень долго выбирали помещение для нашего ресторана поэтому мы потратили на этом порядка двух-трех месяцев просто перебирая разные варианты ну ничего не подходило что-то всегда всегда что-то отталкивало и буквально абсолютно случайно мы узнали о том что отсюда съезжает ресторан и прям день в день приехали и подписали договор аренды оказался локации ну центре я просто не существует и плюс еще в отель и такой известный как ну очень круто и начали здесь проектировать ресторан а почему мы выбрали сибирский ресторан сибирский ресторан нас сибири очень много связывают там почти вся команда так или иначе сибири дима стенды я с тюмени и у нас очень много ребят с красноярска с иркутска с разных регионов плюс также мы очень глубоко погрузились сибирскую культуру в рамках нашей работы с баней там как раз я первый раз столкнулся с димой и диминой командой когда чуть помогал делать ресторан и мы решили что ну сибирская кухня это действительно вот та русская кухня которую не так часто при показывают и которые говорят москве и вообще в россии и она как будто бы более истинное чем то что есть вот и более настоящий аутентичность и она такая дикая прикольная и в немного чего-то интересно что хочется показать мы вот начали раскапывать и пришли к тому что через некоторое время мы здесь увидим самый лучший ресторан сибирской кухни в москве как минимум да может с одной стороны знаете сказать что что-то мы короче не оригинальные парни там сибирь здесь сибирь как бы да что-то мы как бы идем в направлении одного какого-то региона когда топовые рестораторы открывают японии италии там не знаю франции все остальное но я вам так скажу что я сам как бы из сибири я даже до этого не понимал насколько этот регион на самом деле очень глубокий и в плане народности и в плане культурных особенностей в плане кухни огромного количества различных продуктов да из которых можно готовить очень богатая флора и фауна и вообще короче сибирский регион это мне кажется один из самых богатейших регионов мира которые мне кажется люди немножко пропустили вообще в процессе мы хотим возродить этот регион и хотим с ним познакомить по-честному с кухней до разных народов вот именно сибирского региона и за основу мы взяли фермеров мы взяли охотников очень много дичи очень много сырых продуктов очень много качественных продуктов из которых здесь будет готовиться и есть такое направление в ресторанке nordic называется расскажи поподробнее направление nordic который начал развиваться в скандинавии это очень популярная штука который придумал конгломерацию поваров в копенгагене один из последователей даже основатели этого движения тренер и деппи очень известный шеф-повар консульте концепции норрик заключается в натуральности тех ингредиентов и их подачи гостю в том виде в котором они существуют то есть максимальная передача вкуса самого продукта без лишних украшать в виде разных там непонятных соусов и дополнительных добавок вот и вторая важная суть это приготовление все из ингредиентов локальных то есть зареги и деградиентов того региона где находится или не только находится а вот ту кухню которую региона которую мы подаем мы готовим из тех продуктов которые растут в этом регионе поэтому мы в своем случае заморачиваемся и стараемся делать прямые поставки из сибири рыбы дичи всяких трав корешков от всего что там ягод грибов то есть мы все это везем отдельные компании отдельными самолетами они сюда к нам приезжают мы их часть кроме своем ресторане часть храним еще в отдельном заготовительном цеху который находится вне ресторана наши шеф-повара и повара их обрабатывают то есть это прям такая большая заморочек в этом проекте у меня два управляющих партнера это молодые ребята достаточно такие взорванные очень голодные что очень важно для меня умные ответственные и при этом те которые показали уже на реальном деле как бы то что они могут антон является генеральным директором в сибири и мы с ним построили банный комплекс с точки зрения системы и доведения до результата и я видел как он без выходных 24 на 7 врубаясь вообще в любые вопросы он делал всю работу от и до он отвечает полностью за всю операционку за весь бэк-офис объемный кусок работы да и зона ответственности которую он забирает на себя и он действительно это делает очень круто а дима он он профессор у него есть такое внутреннее прозвище в команде профессор он реально очень многое знает он очень глубоко копает ресторанную тему достаточно много лет по образованию я финансист работал на фондовых рынках какое-то время своей жизни работал в хедж-фонде во время этой работы я понял что мне это неинтересно мне неинтересно сидеть в офисе а с детства я всегда любил готовить и смотреть передачи с джейми оливером который дома что-то прикольное готовит мне подвернулась возможность в неком семейном бизнесе со своими родственниками сделать большой проект частью этого проекта был ресторан я ушел с хедфонда начал заниматься этим рестораном начал глубоко погружаться ресторанный рынок изучать и где-то порядка двух-трех лет я работал в этом ресторане остался его как-то запустить потом случился коронавирус сейчас эпидемия нам пришлось закрыть наш этот семейный бизнес большой и я очень долго думал чем мне продолжить заниматься и понял что все-таки душа моя лежит к ресторанам и я хочу сделать ресторан свой собственный сам я переоткрыл этот проект на торговой на мануфактуре запустил свой небольшой ресторан очень маленьким на 35 мест запустили и как бы там череда всяких разных непонимых событий продолжается коронавирус люди уходят на удаленку мы как-то работаем и вот я как-то двигался двигался пытался удержать ресторан на плаву собственными руками но он до сих пор работает видимо это удалось мы на самом деле в этом ресторане познакомились с ним его ресторан называется морярте он находится на трехгорной мануфактуре небольшой ресторанчик то я начал туда ходить завтракать обедать иногда ужинать всегда удивлялся какой там классный сервис какая вкусная еда и я так как-то задавал себе вопрос думаю интересно чей-то ресторан ты в определенный момент он написал мне лично в соцсетях приходите угощу вас завтраком познакомимся лично я как-то пришел мы с ним поговорили пообщались сказал что знает меня смотрит мой контент как-то так получилось что мы с ним сделали совместный завтрак который бы я хотел мне важно было завтракать теми блюдами которые я люблю и он говорит давай я под тебя сделаю меню мы сделали завтраки от портнягина я просто начал ходить каждый каждое утро кушать и наслаждаться этой атмосферой классным обслуживанием и крутыми продуктами которые были он поставил меню на нашей базе нашем небольшом ресторане кафе а потом он помог мне с тем чтобы поставить кухню в сибири и он очень хорошо проявился когда я начал думать а с кем мне открыть ресторан а это первый вопрос я себе задаю когда открываю какой-то новый бизнес с кем у меня как бы сразу было понимание что это дима и я ему написал мы с ним встретились я ему сказал что есть такая идея он говорит слушай я всегда хотел создать что-то большое но чего-то не хватало чтобы толкнуть эти все процессы и он сказал что я бы хотел поучаствовать я сделаю все чтобы этот ресторан стал лучшим да я соберу весь опыт который есть буду жить этим проектом давай попробуем давай сделаем я смотрел в его глазах и я на сто процентов был уверен что этот парень затащит эту историю ну ладно будем идти по шагам или откуда начнем ну можно с этой зоны начать вот нас при входе мы попадаем в ресторан и здесь есть одна уютная зона которую мы с тобой изначально обсуждали очень хотели создать сейчас она чуть захламлена строительным инвентарем здесь у нас будет некая трапеза которая будет вся выполнена в дереве то есть это будет такой красивый уютный уголок где будет большой стол куда можно прийти компанией сесть и быть как будто в ресторане но все равно в каком-то своем отдельном мире которым ты можешь сидеть и обсуждать какие-то такая немножко приватная то есть она не прям закрыта это все равно находится в ресторане ты слышишь все что здесь происходит ты видишь кухню ты видишь бар ты видишь людей но все равно находишься чуть-чуть в отдельном пространстве когда мы описывали концепцию нашего ресторана хотелось чтобы здесь несколько было больших столов все равно как бы тема семейственности она мне очень нравится и моей семье это было частью нашей культуры что мы все собирались за огромным столом и вот этот вот шум вот этот вот стол полной еды да является ну ощущением короче вот ну жизни что лет и мне очень хотелось это передать здесь потому что сейчас на самом деле в москве какой-то тренд пошел что очень маленькие маленькие пространство маленькие столы маленькая посадочка все сидят вот друг с другом трутся спинками и если ты там пришел 8 человек там или 10 то мало где ты можешь сесть да если это не будет там двигать стол и сдвинуть все равно это будет не предназначен поэтому в нашем случае мы решили сделать несколько зон где у нас будут большие столы вот одна из этих это столовая в ней будет камин будет она как-то сделана так что немножко одомашненная такая атмосфера и вот за этим огромным столом могут собираться большие компании плюс это две вип-комнаты тоже со своими каминами персональными где будет гореть натуральный огонь там будут собираться люди тоже за большими столами мне кажется что вот это будет мое любимое место да я прям за него топил очень сильно я очень хочу чтобы она получилась классно и да кстати мы учимся на своих ошибках когда мы строили сибири мы строили без дизайн проекта у нас там потерялся 3d визуализатор если вы помните был дизайнер который никогда не сталкивался с банями в общем мы все поняли все уяснили это сказалось на деньгах на сроках на продукте на наших нервах в этот раз мы решили взять лучшего ресторанного архитектора нашей страны наталью белоногову хочу чтобы вы с ней познакомились мне кажется даже там больше добавлять нечего она просто давайте расскажу немножко про себя кто же я все таки и что я тут делаю и про свой опыт немного огромнейший опыт строительстве ресторанов потому что моя студия так или иначе исторически получилось что мы занимаемся ресторанами занимались и домами и огромными офисами квартирами магазинами ну как-то вот ближе всего все-таки получилось что любовь к ресторанам победила ну наверное потому что я люблю сама люблю поесть люблю готовить люблю принимать гостей и вот это вот вся как бы такая вот моя любовь к такому вот гостеприимству но наложила отпечаток на то чем занимаюсь я и занимается моя прекрасная студия мы занимаемся этим всем супер давно но я уже потеряла счет времени скажем так потому что ну тут вот огромное количество ресторанов ты все время что-то открываешь что-то все время делаешь иногда таки а не пора ли нам делать юбилей а в результате а сколько же лет мы этим всем занимаемся ну в общем суть такая что вот до рестораны это наша какая-то любовь мы все про это знаем и прям реально понимаем как человек заходит как гость ведет себя в ресторане что он должен получить от ресторана и в принципе как бы умеем так или иначе как бы услышать клиента и не подстроиться под под это все но все-таки того учесть запрос да мы останемся своей стилистике но при этом при всем конечно же сделаем офигенный ресторан наташа белоногова уникальный человек на самом деле очень творческий очень особенный очень талантливый настоящий профи реально чувствует реально знает реально понимает как бы эту тему ресторанов причем она понимает это не как предприниматель она за вот эту магию отвечает и мне на самом деле это нравилось когда пришел дима портнягин и сказал мы первый раз строим ресторан но у нас есть вот такой вот отличный работающий проект я сказал да давайте как бы ну вот дайте предварительно хотя посидим поразговариваем всегда когда приходит новый человек но у него есть заряд как бы энергии есть понимание что сейчас он соберет классную команду а по диме видно что он прям собирает вокруг себя таких супер классных людей и обращается прямо прицельных профессионалов это хорошая как бы заявка на успех я сказал что это может быть риск определенный для нее что это может быть проект неуспешный там и так далее но есть вероятность что мы сделаем что-то уникальное что-то иное то что мне кажется что рестораторов которые уже давно на рынке у которых десятки ресторанов мне кажется у них уже немножко замыливается взгляд в нашем случае как мы как чистый лист бумаги приходим сюда и и можем действительно что-то вдохновим как бы вдохнуть в эту тему в эту индустрию что-то действительно свежие и она сказала что я ее вдохновил она готова это сделать с нами сделать ресторан который не похож на другие когда она это сказала я и поверил и мне этого было достаточно я когда услышала что главным героем как бы название ресторана и там вот этот вот манул этот котика из зоопарка и взяли на попечение котика манула в зоопарке я просто такая господи боже мой я же так люблю котиков это же просто как бы какие-то котики пришли ко мне с котиками и все вокруг такие котики слова котик и вот это вот бесконечная котиковая любовь она конечно же супер меня в моей жизни окружает какое-то бесконечное счастье приходят люди говорят ресторан манул эрманул это котик еще такой прекрасный просто такой милый конечно же супер прикольно что даже это стало как бы одним из посылов прийти именно в мою студию именно котиком она настоящий такой творец художник создает это супер мега арт-объекты арт-интерьеры что ли но с ней очень сложно работать с точки зрения сроков финансовых вопросов по реализации того или иного у нее есть такая позиция я сказала что это должно быть так и ты делаешь так как она сказала сколько бы это не стоило сколько в это время не заняло и это сложно нам когда мы делаем это первый раз ну все подрядчики говорят что ос наташи делать понятно типа уж вам нервов побольше но результат работы восхищает я уверен что когда вы придете к нам ресторан по 7 удивитесь тому во что можно превратить обычную комнату из 4 идем посмотрим нашу зону ты говорил то что нашем ресторане будет современная музыка это тоже один большой акцент не современная не царица как бы я имею ввиду что электронная музыкальная до техно не царить да это наверное наше одно из мест силы нашего ресторана это отчасти наверно наш разработка которую ты тоже приложить небольшое свое внимание и руку это диджейский стол по сути шеф стей был для диджея как-то еще можно это по-разному называть короче еще стей было там где шеф готовит еду и кормит людей и собственно при них весь этот процесс происходит а мы подумали что ну раз уж у нас будет электронная музыка здесь играть по вечерам причем такая этника очень прикольная классная можете сейчас прям послушать мы захотели сделать отдельное место для диджея где мы поставим диджейский пульт вокруг будет общий стол за которым может сидеть там с десяток людей а если бы точнее 18 мест а которые могут сесть за этому столом заказать себе еду закуски коктейли настойки все что угодно и просто сидеть смотреть на то как диджей сводит музыку можно с ним разговаривать можно с ним знакомиться общаться он немножко погрузит в атмосферу такая модная молодая наверное публика может здесь находиться и по вечерам в пятницу в субботу офигенно классно проводить время с диджеем да такие штуки как вот шеф стейбл они всегда интересны потому что гостю всегда дополнительно интересно подсмотреть за работой кого-то все люди смотрят за бар садятся мы даем возможность посмотреть как работает диджей вот как будто ты в какой-то випке находишься мест притяжения для определенных гостей которые приходят именно на звук на музыку здесь будет круто сидеть одна из идеи манула в том что мы хотим сделать такое припатийное место где люди могут приезжать по вечерам выпивать здесь как бы немножко раскачиваться а потом ехать куда-то дальше тусоваться я честно скажу что меня вот до двух часов сейчас уже хватает для меня это не припатийное так конкретно патийное место вот потому что после двух я хочу ехать домой просто высыпаться но иногда хочется дать чуть разогнаться и потом ворваться в ночную жизнь нашего прекрасного города города что здесь еще будет здесь будет установлено все звуковое оборудование внутри этой системы здесь мы соберем наш пульт управления всем звуком а мы купили звука на 10 миллионов рублей он будет развешивать по всему залу то есть мы предусмотрели звук как чуть ли не на какой-то супер ночной клуб сделали запасом на на будущее вдруг мы все-таки бахнем здесь и ночные вечеринки да вот тоже один из таких форматов мы же до конца не знаем как она пойдет да то есть мы будем в процессе щупать смотреть пробовать и думаем что может быть здесь действительно можно делать вечеринки ночные может быть здесь можно проводить какие-то мероприятия совместно с какими-то большими брендами дни рождения какие-то большие корпоративы хотим сделать площадку которая будет многофункционально под разные задачи звук это важная очень составляющая мы решили что короче берем лучше берем по полной программе на вырос так сказать чтобы можно было здесь действительно проводить какие-то мероприятия и еще скажу что мы готовим коллапс одиссеи да это бренд музыкальных фестивалей если вы не видели обязательно посмотрите мы договорились с ребятами сделаем несколько совместных вечеринок если все понравится то будем продолжать это делать потому что мне мне нравятся эти ребята что они такие они про этнику и они постоянно где-то по всему миру как бы делают очень крутые такие вечеринки в том числе костюмированные вечеринки которые погружают в определенную какую-то атмосферу да и ребята еще для нас пишут весь фоновый звук то есть вся музыка в заведении были сделаны тоже их диджейми дополнительно к этой истории мы съездили в экспедицию с в сибирь мы были вдоль инисея по в хакасии в тв в красноярске и мы собирали там звук мы брали с собой звук режиссера с дорогущим микрофоном который в четыре канала записывал звуки птиц ветра дождя музыку национальных инструментов и мы все это плавно интегрируем в музыку которая будет создана ребятами одиссея кстати не так много ресторанов которые заморачиваются по именно саунд дизайну да но атмосфера она все равно как бы до собирает этот продукт не собирается мы сама сам проект как бы и надо смотреть на людей на целевую аудиторию по-разному вот я например когда создавали сибирь я сказал что у нас должен быть очень вкусный домашний ресторан сибирской кухни внутри мне говорили люди да люди не должны есть в бане это вообще неправильно и или там давай 10 блюд сделаем максимум больше не нужно а оказалось что есть определенная аудитория которая ходит в сибирь пожрать и мне много давали обратной связи что когда выбирают между банями понимают что в сибири охрененно вкусная еда поэтому пойдем туда переплатим немножко до паренья будет более длинным но мы очень вкусно покушаем у нас будет там приватность у нас будет супер сервис как бы давай погнали туда поэтому в нашем случае здесь у нас есть идея у нас есть дизайн у нас есть музыка у нас есть вкусы у нас есть большая разновидность коктейлей и различных алкогольных напитков очень классных все это будет заворачиваться очень классный сервис и еще это находится в самом-самом центре столицы каждый этот фактор он просто чуть докручивать твой продукт и дает тебе еще больше шансов на победу просто ресторанка для меня как для дрочера такого до чисто продуктового для димы как для человека который хочет реально показать что-то и сделать что-то масштабное большое после того как он начал как бы выбрал точнее ресторанный путь мы вот здесь сошлись и решили что наш бизнесовый опыт разносторонний очень наше рвение сделать что-то крутое и новое свежее такое на рынке наше задротство в продукте должно дать определенный результат и даст в любом случае идем к этому я для себя как бы какой-то блок определенный такой поставил что я никогда ресторатором не буду но всегда очень любил рестораны всегда любил ходить по новым ресторанам всегда любил пробовать всегда любил друзей собирать за большим столом со временем начал уже на рестораны смотреть не с точки зрения гостя и потребителя а начал смотреть как предпринимать захожу смотрю на интерьер трогаю материалы хожу гуляю разговариваю с сотрудниками знакомлюсь шеф-поварами в общем для меня рестораны стали неким таким хобби когда я начал просто коллекционировать свои эмоции на определенном этапе меня прошило что индустрия гостеприимство это моя тема в этой индустрии не нужно прийти либо эффективностью либо уникальностью какой-то до какой-то глубиной проработки продукта вот реальным вкусом каким-то все что касается эффективности это все сети ресторанов начиная там от крупнейших макдональдсов там киевсе пицца хат и так далее до starbucks а если говорить в какие-то уникальные истории то это должны быть какие-то концептуальные рестораны возможно в единичном каком-то экземпляре и я понял что эффективность это конечно классная такая масс-маркет аудитория но все-таки я про премиум продукты и поэтому решил выбрать что мы будем строить рестораны делать каждый ресторан под какую-то определенную концепцию уникальную и делать это честно делать это по-настоящему делать это дорого но в время это будут лучшие локации лучшие продукты лучшее обслуживание показать чуть-чуть мебель может который давай часа принесу такие тяжелые пеньки на которых здесь будет очень удобно сидеть они полностью выполнены из массива дуба но они в целом удобно здесь удобная пас комфортная посадка стоит отметить что мебель всю для нашего ресторана делают все под заказ то есть мы не покупаем никакую мебель с магазинов то есть она вся авторская в общем не всегда круто делать какие-то супер комфортные кресла люди сидят часто весь день на работе в офисах в кабинетах в этих креслах и потом реально хочется уже сесть на что-то другое здесь будут разные как бы зоны и под каждого человека под каждую его задачу мы сможем дать возможность ему сделать выбор здесь за баром сесть за шеф стейблом сесть за шеф стейблом диджея сесть в випку и уединиться с камином с горящим сесть в столовую за большим столом с большой компанией на основной посадке сесть либо на диван либо на стул либо на кресло то есть у нас очень много вариаций для того чтобы реально человек найти свое место при этом у нас 155 посадочных мест до 55 это достаточно как бы считается большой ресторан пойдем туда у нас как я говорил будет два входа один из торгового центра напрямую и 2 с улицы вот она дверь гость заходит сюда ресепшен здесь у нас будет стойка ресепшен здесь он встречает хостес спрашивает у него бронировал ли он стал потому что к нам нельзя будет попасть бронирование это здесь с этой стороны у нас будет находиться зона гардероба и дальше наш ресторан состоит из большого количества арт-объектов вот сзади ресепшен будет такая стена из жидкого металла который сейчас находится в процессе строительства на самом деле сейчас все практически арт-объекты в базе делаются из пенопласта и это нормально делаются формы сверху это все грунтуется шпаклюется и уже наносится любой материал дальше проходим это тоже место которым мы гордимся это винная комната настоящий погреб в котором будет правильная температура на вот и как раз уже установлено оборудование установлено оборудование здесь будет огромное количество вина у нас будет большая винная карта в том числе наверное большая часть вин у нас будет это российское производство и сейчас российские вина на самом деле они становятся модными развиваются да в них начинают люди инвестировать она не хуже чем европейская да у наших виноградников чуть-чуть меньше возраст но через время мы получим сравнимые с европейскими качеством если мы вписались уже в такую как бы русскую тематику до сибирскую то мы хотим до конца топить наше отечественное вино настойки которые готовятся у нас непосредственно в лаборатории это самогон продукты в 99 процентов случаев которые были собраны не именно в сибири поэтому мы в нашем ресторанном направлении я не знаю получится у нас или нет мы с диманом там часто разговариваем и мы для себя выработали что есть такое слово как честность что такое честность это как настоящность что ли продукта да если мы говорим что вы там сибирь там и реально как бы с продуктами сибири реально там с рецептами которые мы привозили с экспедиции это вот прям глубина такая проработки этого продукт и настоящее да это будет дорого не всем доступно сразу говорим о том что ничего страшного что можно как бы выбрать другой ресторан, соседний там, но как бы лучше мы вот пойдем этим путем и тем самым мы будем отличаться от других ресторанов. Да, как это главное себе не брать и другим, вот мы от этой исходим. Здесь у нас будет зона гостевых туалетов. За вот этой вот металлической ширмой. Да, здесь будут раковины, раковины из цельных таких каменных, они будут вырезаны из камня, то есть это речной камень, который мы тоже привезли и сейчас из него как раз проезд. Здесь будет четыре кабинки туалетов, не все звукоизолированные, все как надо, комфортно, достаточно просторные и будут интересные такие двери открывающиеся. Четыре думаешь достаточно? Да, для такого ресторана вполне. У нас на базе шесть туалетов, они постоянно заняты. У нас на базе в туалетах люди отдыхают, а если все-таки в ресторан пришли, они быстрее хотят. С фишкой прийти, да? Да. И опять же, зона туалетов это всегда такая зона, где любят фотографироваться, поэтому вот эта стена, она здесь будет тоже продолжаться, с этой стороны тоже металлическая, будут зеркала висеть, здесь эти двери красивые. То есть девочки, которые любят фотографироваться, здесь будут, я думаю, заполнять пространство. У нас будет несколько таких инстаграмных зон. Мне кажется, любой человек, который создает рестораны, должен мыслить как маркетолог и тем самым создавать разные зоны, где будут люди фотографироваться, где будут люди снимать видео. И в нашем случае у нас есть примерно пять-шесть таких зон. Мы это все прорабатываем уже и даем людям возможность выбрать. Куда идем? Кухню? Можно на кухню, да. Вот здесь у нас перед кухней, кстати, будет тоже такой один из тоже источек притяжения. Это будет большой аквариум с осетрами. Мы будем держать своих живых осетров, потому что по правилам, по каноничным рецептам из Сибири осетра надо готовить живым, потому что он имеет правильный настоящий вкус, опять возвращаясь к нашей идеологии. За осетринкой приходим к нам, да? Да. Мы в разных ипостасях и готовы, и там будем делать из нее тартары. На одном из зумов мы собрались с командой. Там были разные ребята. Были дизайнеры, были архитекторы, арт-директора, были веб-дизайнеры, были СММ-специалисты, копирайтеры, строители. Абсолютно разные люди из разных сфер. Я понял одно, что мы разговариваем о разных Сибири вообще, потому что больше половины из этих ребят не совсем понимают, что это такое. Не были там в каких-то аутентичных местах, где вот настоящее сердце Сибири, так сказать, да, бьется. Я понял, что мне необходимо просто жизненно всех синхронизировать, всем одинаково посмотреть в одну сторону и понять, что такое Сибирь. И я предложил разработать маршрут экспедиции на неделю, по-моему, или 10 дней, взять огромное количество оборудования, взять шеф-повара обязательно и поехать туда. И все эти 10 дней побыть внутри этой Сибири, пообщаться с местными жителями, попробовать эту еду, подышать этим воздухом, послушать эти звуки и просто вдохновиться немножко перед тем, как мы будем создавать этот ресторан. Но кухня у нас просто огромная, она занимает половину ресторана. А сейчас мы найдем нашего шеф-повара, его надо, знаешь, мне кажется, как звать, вот так? Эй, 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 Иван! И он такой должен сейчас на лошади такой... Меня ищут, но я без лошади. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую. Познакомьтесь, Иван Иванов, наш бренд-шеф, да? Да, все верно, бренд-шеф, ресторан Мануэл. Вань, расскажи немножко о нашей кухне, почему наша сибирская кухня будет не похожа на другие сибирские кухни и какие у нас уникальные есть решения, которые мы вот для себя как бы вот определили, да, чтобы мы сделать лучший продукт на рынке, и какая у нас инфраструктура здесь есть, которая позволит его сделать. На самом деле, кратко это сделать не получится, потому что тут море всего интересного. В чем будет особенность? Это в том, что мы берем уникальные сибирские блюда, продукты, ингредиенты, которые здесь никто не видел, не слышал и не знает о них. Не видел, не слышал даже в Красноярске где-то, даже в каких-то уголках Сибири, не знаю. Мы их находим, мы их изучаем, мы их пробуем, привозим сюда, адаптируем в современный формат и даем попробовать, потому что это уникальные какие-то вещи, это забытые вещи, и хочется, чтобы приезжали в Россию, да, и люди говорили, здесь есть русская кухня, здесь есть сибирская кухня, есть ленинградская кухня, есть кубанская кухня, и можно попробовать. Едешь в Италию, ты знаешь, есть итальянская кухня. Хочу, чтобы приехали в Россию и сказали, что есть русская кухня. И при этом это были бы не какие-то рестораны, там, не знаю, на 75-м этаже в Москва-Сити, куда люди едут посмотреть на Москву. В нашем случае мы все-таки хотим сделать что-то, что будет привлекать сюда иностранцев. Хочется сюда целыми делегациями завозить людей, чтобы они могли попробовать настоящую сибирскую еду. Мне кажется, что они точно таких продуктов, во-первых, никогда не пробовали. И, во-вторых, вот эти сочетания, которые будут здесь, они тоже для них будут новыми. Например, у нас будет самое большое меню строганины. Точно, да. Самое большое меню строганины. Порядка 10-12, может быть, больше. Мы над этим еще работаем, но больше ни у кого нет. Это фан. Вряд ли кто-то еще в мире ест строганины. Да. Но это все равно понятно для любой культуры. Это сырая рыба, сырое мясо, сырая печень. Прям вот взяли лося, да? Да, да, да. То есть это максимально свежий, нарежанный, наструженный, тонкий продукт. Какими-то классическими, либо современными в нашем случае будет дополнение. Мы приносим аутентичность. Мы ее показываем, мы ее сохраняем. Но мы ее должны осовременить. Потому что она будет сохраняться только в том случае, если мы ее поддерживаем. Без этого никуда. Ее не поддерживали, ее потеряли. Поэтому я, например, хочу сделать этот вклад в эту культуру, чтобы она развивалась, чтобы она не забывалась. Я уже более 15 лет работаю в ресторанах, гостиницах Москвы, в премиум-классах, в пятизвездочных гостиницах. Немножко есть опыт работы вблизи зарубежья. С детства пропитываюсь гастрономией и кухней. Всегда развиваюсь. Как меня занесло в этот проект, предложил мне Дмитрий Орлянский. Я начал вникать в русскую гастрономию достаточно давно. Ну, как может быть, лет 5-10 назад. Но это было на своем уровне, то есть в своем таком ключе. То есть мне было интересно. Я как-то узнавал, на подобных проектах не работал. А, соответственно, когда мне сказали, что есть такой проект, планируется такой проект, есть возможность в нем поучаствовать, мне это стало значительно интересно. Соответственно, я понял, что надо хвататься и держаться. Я сказал, да. Здесь вот мы сейчас как раз стоим, условно, холодный цех и цех кондитерский. Соответственно, что касается... Вот здесь уже продукты... Здесь уже начал подготовить, да. Холодный цех, все холодные закуски. Та же самая строганина, та же самая рубанина. Какие-то вариации салатов. Да, салатов не было в Сибири и в России тоже. Но мы их делаем. Мы их делаем из натуральных сибирских продуктов, которые мы достаем и делаем. Потому что все равно людям это привычно, это есть. Соления все. Соления у нас не здесь будут делаться, но будет цех. Есть уже цех заготовки, в котором все соления, все сублематы, все, что можно сохранить сезонное с лета на зиму, оно будет у нас и нашего производства, что самое важное. То есть мы не хотим идти закупать у кого-то, кто-то делает это масс-маркет. Мне интересно. Плюс мы можем внедрить вот свое, то, что мы и делаем. Берем рецепт старый и делаем его. Это правда. Наш ресторан про правду. Он со всех сторон так хорошо. Хорошо. Здесь у нас будет рыба. Да, здесь обязательно свежий, аситровый. Только свежий. Особенность аситровая в том, что если ты его замораживаешь, он полежал, ты его размораживаешь, происходит гидролиз жиров, их окисление. Он начинает становиться невкусным, является прогорклость, он сушит становится, цвет меняется. Клость аситра должна быть только, условно, как говорится, первая свежесть. Для строганины свежий аситр. Для сугудая, что такое сугудая? Есть сырым? Сугудать. Свежий аситр. То есть, ну, это вот прям по хардкору. Он очень живучий. Если ты раздевалась аситра, еще два часа, его мышцы будут сокращаться. И он двигается. А он может сокращаться. Привет, брат. В этом и есть такая особенная вся дикость вот этой вот условной, да, сибирской, вот той, которая есть. Если ее преподнести грамотно, классно, современно, это будет супер. Окей. Идем дальше. У нас здесь шеф-стейбл. Да. Вот здесь уже настоящий шеф-стейбл, когда вы можете прийти и по определенному сет-меню, чтобы вас шеф-повар покормил лично, при вас будет готовить, при вас будет подавать, каждое блюдо будет рассказываться, у каждого блюда и будет своя какая-то легенда. Кстати, по поводу стори-тейлинга, вот этих историй, все меню будет ими пропитано. В каждом блюде есть какая-то история. Либо где мы его нашли, либо как оно произошло, либо какой продукт, то есть что-то, что привязывает, какой-то интерес будет появляться. Здесь у нас, за моей спиной, когда я стою к вам, к лицам, гостям, ну и к вам сейчас, две подовые печи. В современном исполнении, то есть если их видеть сейчас, они еще, это как каркас, да, условно у нас в сердце, да, они выглядят не совсем знакомо, если смотреть на это с точки зрения домашней печи. Они выглядят не так, но они выполнены не из кирпича, как выполнялось ранее, а из современных материалов, что позволяет ей также функционировать, как и обычные русские печи. Разожгли, растопили, выгребли угли, поставили туда суточные щи, на следующий день они просто бомбезны. Эта технология позволяет сохранять вкус продукта, промножать его. Держать нужную температуру. Держать нужную температуру, да, за счет современных этих вещей. Если материалов, то есть если раньше были здоровые печи, и за счет этого они лежали, то сейчас можно обратиться. Ну, отделка будет как у русской печи, она будет по-настоящему выглядеть очень так мощно, сильно. Мы долго думали, что выложить нам это все руками, да, есть действительно ремесленники, которые это делают. Или поставить вот эту сердцевину современную, которая не будет сказываться на вкусе или технологии приготовления блюд. Поэтому здесь сердцевина такая из современных материалов. Но все остальное это будет как настоящая русская печь. Что здесь еще будут готовить? Хлевое у нас для хлеба. Хлеб. То есть мы сами будем хлеб печь? Обязательно. Русская печь без своего хлеба. С домашним маслицем просто. Когда его разрывают, да. Масло домашнее, фермерское, вообще бомбезное просто. Его ложкой готов есть. Какие-то что-то, что можно будет приготовить из кондитерской выпечки в печи, все будет проходить через это. Городи, еще что-то. Второй ход у нас, соответственно, более горячей кухни. Супы, каши, то, что сутомится долго, то, что требует этой технологии, мы можем приготовить массово. Оно будет готовиться здесь. Мясо там, наверное. Мясо, это да, в горшках, если оля гулешовое что-то в нашем понимании, да, в формате давления мяса, обязательно. Потому что это именно формат долгого приготовления. Ты ставишь с утра, как это было раньше. Хозяева встают, завтракают, убирают все туда. То, что они будут есть вечером, закрывают и уходят. А вечером они приходят, и у них уже готовая еда. Это принцип работы русской печи. Ну и вообще любое блюдо должно быть немножко с дымком. Оно приобретает вкус однозначно, да. Это 100%. Идем дальше. Здесь у нас уголь. Зона открытого огня, наверное, если быть точнее. Да, зона открытого огня. Мощно, да? Решетки на гриль, мясо, стейки, рыба. Почти все будет готовиться через угли. Потому что, ну это аутентично, правильно? Когда, на чем готовили раньше всего? Причем вот это конкретно российское производство. Смотрите, жарушка. Россия. Россия. Тоже, кстати, из Сибири. Вот можешь опустить сейчас до конца. Да, да, да. И здесь еще есть самое важное. Это дертил. Который у нас есть для больших блюд, которые мы будем делать. Приделаем барашка. Поставим его, включим моторчик. Он на тихом кручении. Будет там томиться, в дальней части. А теперь представляемся вместе. Вот у нас пятница. У нас будет определенный привоз. Мы привозим какого-то диджея очень классного. Или диджея вместе с какой-то аутентичной живой музыкой. Да, где будут ребята там на губных гармошках играть вот эти вот, как они называются? Варганы. Варганы и все остальное. У вас здесь горит живой огонь. Жарится барашек целиком. Нога косули. Игненок, носа на гуле. Нога косули. Все здесь будет жариться. И это фирменное блюдо вечером будет раздаваться гостям. Вот эта атмосфера с какими-то классными коктейлями. Мне кажется, это будет вообще пушка. Как можно не прийти в это место? Причем здесь будет средний чек. Не такой, как у нас в Сибири. Там 43 тысячи рублей на человека. Здесь будет средний чек. 5-6 тысяч рублей. 5-6 тысяч рублей. В принципе, если не каждый день или не раз в неделю, то там раз в две недели, раз в месяц. Мне кажется, любой человек, который смотрит мой канал, может позволить себе это. Это официально самый дешевый продукт в нашей группе компании. Мне, честно говоря, немножко даже страшно. Потому что я никогда ничего за 5 тысяч рублей не продавал. Мои продукты, я знаю, что не для всех. И я все равно вам это показываю. Но сейчас появился продукт, до которого может дотронуться каждый из моей аудитории. Буквально совсем недавно прошла, можно так сказать, внутренняя дегустация. Презентация нескольких блюд, которые мы подготовили для Димы. Прошла в достаточно такой камерной, спокойной обстановке. То есть без всякого официального представления и так далее. Мы приготовили попробовать рубанину из Визнисейского сига. Попробовали обязательно классические позиции. Это борщ. В нашем случае борщ на гусином бульоне с домашним гусем, сливой и квасом. Что необычно. Он достаточно переплетен с аутентичностью истории борща. Попробовали якутские лепешки. Попробовали сибирские пельмени. Попробовали два десерта. Это конфеты и черемуховый торт. Все это было в достаточно и необычном исполнении, в то же время в знакомом какие-то блюда. Реакция, как я считаю, была вполне отличной, хорошей. То есть были положительные отзывы, чем я, соответственно, доволен. То есть я вот прям, у меня так все хорошо. Все отлично прошло. Потенциал у Димы, как у ресторатора, достаточно высокий. При всем при этом, что он только начинает этот путь. Он вовлечен. Ему это нравится. Он понимает процессы бизнеса. Он знает, как они работают. И знает, как это все оптимизировать, устроить, запустить и поддерживать на нужном уровне. Соответственно, мы, как команда, команда профессионалов, которых я сам бераю на кухню, команда профессионалов, которые Ториа собирает на зал, мы будем этому всему способствовать. И я думаю, что и Дима согласится со мной, что мы состыкуемся, будем работать как единый большой механизм, который будет ворочать эту штуку. И я считаю, что ресторан будет достаточно успешный. И, ну, как минимум, я этого хочу 100% и все остальные участники проекта тоже. Потому что когда ты приезжаешь в Сибирь, путешествуешь по экспедициям, в которых я был, ты едешь в глубинку, и ты видишь, как рыбаки, охотники, это костер. Гриль – это одно, костер – это другое. Вот это вилка, это у нас на рожнах можно готовить. Традиционная технология в Сибири часто используется. Насадил рыбу, поставил, томится мясо, что угодно. Все рыбаки так готовили, и охотники тоже. Дополнительные разные элементы тоже, да, можно и маленького поросенка, ягненка поставить, можно и птицу подвесить. И здесь будет огонь, здесь будут дрова. Они будут прогорать, за счет этого они будут готовиться. Но эту атмосферу будет создавать. У нас 5 каминов, где будет гореть натуральный огонь, прикиньте. Ты заходишь, у тебя атмосфера пушнины, дерева, огромное количество камня. Будет жариться здесь дичь, и будет гореть огонь, и играть будет какая-то аутентичная музыка. Мне кажется, это будет супер атмосфера просто. Такое сложно представить вообще, чтобы… Уютом пахнуть вот этим будет сразу, от костров, от всех. Здесь у нас будет выдаваться, как я понимаю, блюдо. Да, здесь раздача с этой, с той стороны. По-моему, там будут у нас лампы. Здесь мы плавно уже, вот, мы находимся в горячем цеху. Один из основных цехов. Здесь линия раздачи. Шестов-су-шестов, которые будут отдавать на ежедневной основе блюда. Сколько у нас будет здесь людей трудиться на кухне? В районе 20-25 людей это штат. Единовременно где-то в районе 10, может быть, 15, зависит от загрузки. Конечно же, это протокс. Легкий день, поненьше. Если это выходные, и мы готовы к этому шмагу, так сказать, то здесь где все пока. Дим, в общем, сколько в ресторане будет продать людей? Порядка 100 человек будет общий штат ресторана. С учетом всех официантов, с учетом работников тыла, которые у нас там креативные, команда, маркетологи и прочее. Около 100 человек. А теперь по поводу цены. Самый центр Москвы. Вид на Большой театр. Аутентичная сибирская еда с лучшими продуктами. 100 человек штат сотрудников. Большое и очень просторное, дорогое помещение. Больше 300 миллионов рублей стоимость проекта. Всех звезд мы собрали с этого рынка, которые участвуют в этом проекте, так или иначе. И 5000 рублей средний чек, на который можно покушать и что-нибудь выпить. Как вы думаете, это стоит того? Вопрос исчерпан и получается. В каждой глубинке находится какая-то специфика гастрономии, специфика готовки. И она везде разная. То есть те же пираники в России будут готовить везде по-разному. Тот же борщ тоже. И когда я приехал в Сибирь, я понял, что помимо знакомых блюд, там есть невероятное количество неизвестных блюд. То есть в простых мегаполисах, даже в больших городах, в которых есть рестораны. Они забыты. Круто, когда наследие сохраняется, когда оно приумножается, когда оно развивается. Собственно, это как бы и есть основа того, что мы делаем сейчас. Уже практически все было придумано. Уже как бы находились какие-то вещи. Уже висели эти меховые люстры. Стояли эти меховые диваны. Ну вот туда поехала архитектор Даша из моей студии. И вдруг она начинает присылать вот эти вот какие-то веточки. Она там бегает с какими-то камушками. Она там набирает рюкзак каких-то веревочек, палочек, каких-то веточек, каких-то травочек. И вот этого всего. То есть она реально погружается в это все. Она приезжает с горящими глазами. И такая, я придумала сюда вот это. А давай здесь сделаем вот это. И, конечно же, не увидев вот этой, как бы всей вот этой вот истории, я смотрю, как это происходит. Я понимаю, насколько как бы глубоко она там поразилась, удивилась. Она там просто фонтанировала этими всеми идеями. И я считаю, что это обязательно. Это сработало на самом деле. И я скажу, что отправить команду в экспедицию, это была одна из лучших инвестиций этого проекта. Потому что, когда я их увидел вдохновленными, с горящими глазами, когда они взахлеб рассказывали эти истории, когда показывали эту природу, как они идут на лодке просто по горной реке, как они там забивают барана, когда они готовят еду с местными жителями, когда они живут в юртах. Это сразу ответило на все мои вопросы, готова ли команда вообще создавать что-то честное и настоящее. С точки зрения продуктов, познавания, культуры и всего остального, это было интересно. И нельзя сказать, что это было прям сложно как-то, да, тяжело. Это было интересно, когда тебе интересно, тебе все дается легко. Ты увлечен, ты забываешь про сложности. Из того, что ты в 6 утра сел, встал точнее, поплыл куда-то, там, несколько часов плыл по Енисею, потом ходил еще несколько часов, общался с людьми, возвращаешься, ты возвращаешься с кучей информации, ее записываешь куда-то, фиксируешь, то есть ты на каком-то определенном кураже. И усталость не чувствуется, там, бах, уснул и все, следующий день настал. И после этой экспедиции, на самом деле, все пошло в одну сторону. Все начали понимать, что мы делаем и начали создавать уникальные просто вещи. Сейчас мы попадаем в маленький законодательный цех. Это, наверное, 10-е пространство нашей заготовки, потому что все остальные 90% нашей законодательной цеху находятся отдельно. То есть мы сняли отдельный цех с оборудованием, там работают отдельные команды, еще 7 человек, которые будут на постоянной основе делать там бульоны, обрабатывать рыбу, готовить солей, лепить пельмени, лепить пельмени, абсолютно все вот это там будет происходить. Потому что, чтобы не занимать дорогое помещение, дорогое аренды в дорогом ресторане, мы сделали это выносным. Но здесь будет тоже обрабатывать сейчас продуктов. Вот в этой зоне буквально сегодня будет установлена холодильная камера. Холодильная и морозильная здесь будут и минусы. Большие, да? Да, две большие камеры. Вот все это пространство, это будет огромный холодильник-морозильник. Мы же все делаем по правилам. Это история, которая позволяет использовать открытый огонь в помещениях. Это целая система, которая превращает выхлопной дым от огня в воздух чище, чем он находится на улице. То есть мы еще и делаем какое-то благо нашему городу. И это стоит вообще невероятных денег. Каждый такой фильтр стоит по 2 миллиона рублей. Да, вся система вентиляции в сумме стоит 30 миллионов рублей. Чтобы вы понимали, какой чистый воздух здесь будет. Как в Сибири просто, как в лесу. Немножко, конечно, это по сердцу бьет. Я как маркетолог внутри, я свой каждый рублик хотел бы потратить на рекламу. А здесь как бы вот это вот технические все особенности. Где-то звук, например, можно было сделать за 3 миллиона, а мы за 10 делаем. Здесь можно было вытяжку там сделать за 15, за 20 миллионов. И реально такие были предложения. А можно сделать топ за 30, да, но здесь будут дышать люди хорошо. Каждая вот эта мелочь, она реально стоит бабок. Но ты понимаешь, что это часть продукта, за которым люди будут возвращаться. Мы реально заморачиваемся. Вот лучше сделаем вот бетон, да, и уже не будем ни о чем думать. Соответственно, вот здесь вот зона всего пребывания нашего персонала. Там будет много шкафчиков, будет столик, где они могут передохнуть, провести время. Сейчас тут уже она как бы используется как раздевалка для нашей строительной бригады. Одеть чистую, отглаженную, фирменную одежду. Да, да. Здесь немножко инженерки. Здесь большой вот сейчас пучок проводов. Здесь будет стоять центральный электрический шкаф. Отсюда будет питаться весь ресторан электричеством. Круто, когда большое помещение, да? Да, да. Можно все распределить и есть место. Здесь у нас вход технический. Это зона, откуда будут как раз заходить люди на работу и, соответственно, продукты поступать. Потому что часто в ресторанах забывают о том, что сотрудники даже тоже в нормальных условиях находятся. Мы здесь достаточно много помещений выделили для того, чтобы им было комфортно и не уйтились друг на друге, когда они там принимают пищу. Какие проблемы мы почувствовали и продолжаем чувствовать именно в строительном процессе? Когда мы запускали строительство, меня Дима спросил, кто будет дизайнером в нашем проекте. И я без даже минуты размышления сказал, что дизайнером такого ресторана в том виде, в котором мы его хотим, должна быть Наташа Пелоногова. Это настроение, это дух только она сможет преподнести. Когда мы с ней встретились, она сказала, что такие рестораны строятся 12 месяцев. Мы сначала заложили 12 месяцев. Потом мы сменили помещение. Что-то сделали еще. Поменяли немножко визуальную концепцию. 12 месяцев превратилось в 9 месяцев. Да, у нас есть опыт, у команды, что, в принципе, такого объема рестораны строятся год. Мы быстрее сами хотим построить. И чем быстрее будет сделан проект, тем нам, конечно, лучше. Затягивать что-либо, ну, невыгодно, нет никакого, как бы, смысла. Но есть процессы, есть технологические процессы, происходящие на стройку. Залили наливные полы, будьте любезны, там не ходить. И поэтому, когда, как бы, кто-то говорит, мы сделаем это вот за такое вот количество времени. Блин, ребят, да я-то и с удовольствием. Ты отдаешь что-то на согласование, оно туда уехало, и ты стоишь и ждешь, когда оно вернется к тебе обратно с ответом. И ты никак не можешь повлиять там. И очень важно открыть ресторан со всеми задумками. То есть нельзя говорить, что мы сейчас откроем ресторан, а это повесим потом. Вот такое для меня вообще, как бы, ну, такое я боюсь, не приемлю. Хотя ресторан манул, там так много динтелировок и всего остального. Мы знать-то будем, как бы, гость может этого не заметить. Изначально я закладывал такие, типа, буферные зоны, какие-то запасы временные на то, что кто-то там где-то зафакапит сроки или еще что-то. Получилось, что очень хорошо, что я их заложил, и мы примерно идем в то время, в которое мы планировали открываться. Мы планировали открываться в апреле, и сейчас мы продолжаем планировать, и я уверен, что мы откроемся в апреле. Для нас это теперь большой опыт. Теперь мы знаем, как строятся эти рестораны. Для следующего ресторана мы будем закладывать еще больше времени. Все удивляются на рынке Москвы, как мы так быстро строимся, но мы реально строимся очень быстро. Благодаря большой помощи моего главного инженера этого проекта мы строимся буквально там полтора месяца, и ресторан в том виде, в котором вы сейчас видите, и еще осталось еще полтора месяца. То есть фактической работы на стройке будет порядка трех месяцев всего, а все остальное в этом периоде – это вот это долгое, мучительное, но, с другой стороны, интересное его разработка. Так, ребята, смотрите, корпоративы, встречи с друзьями, дни рождения, какие-то деловые встречи, которые вы не хотите, чтобы вам кто-то мешал или вас видел, например. Здесь у нас будут две випки, одна большая, одна поменьше, с видом на большой театр, пожалуйста, можете посмотреть, с персональными дровяными каминами, которые здесь будут. Мы думаем, что, может, поставим парочку кресла-кончалочек. Да, здесь будут они уже, да, около каминов будут стоять такие мягкие кресла, в которых можно спокойно сесть, посмотреть на этот огонь. Красного гонца взять, представляете, вам какое-нибудь дикое мясо принесут стейк, и просто сидеть, смотреть на камин и максимально кайфовать, представляться. Да, да. Здесь у нас большой стол, большой стол в каждой випке. Здесь на 12 человек, там на 10, соответственно, вот большой стол. Там еще будет предусмотрена зона телевизора, если вдруг нужно, там, не знаю, что-то, караоке попить или какую-то презентацию провести. Мы караоке думаем, что не будет все-таки, вот, но… Опять же, чуть-чуть предусмотрели. Да, телевизор как-то скрытный сделаем. Например, если кто-то захочет посмотреть, там, спортивное событие какое-то, или презентацию заширить, например, и провести какую-то деловую встречу, в целом норма. Соответственно, вот, да, туннельный камин, который будет на обе стороны работать. Камин у нас огромный. Когда мы начали делать камины, мы обратились к огромному количеству компаний, и они смотрели с такими глазами, вы хотите такие огромные камины в центре Москвы, как вы это сделаете? В итоге нашли решение, действительно, будут очень большие камины. Такие, ну, необычные, таких я, по крайней мере, в ресторанах в Москве я не встречал. Я почему настаивал на каминах? Потому что, как бы, живой огонь, он абсолютно по-другому, как бы, оживляет пространство. У нас такое шумное, классное пространство, у нас такой крутой дизайн. Мне кажется, было глупо просто не сделать открытый огонь прямо в центре зала, в випках, на кухне, чтобы вот все вокруг вот просто горело, да. Это другой запах, да, это другая атмосфера, и оно очень круто дополняет. Поэтому, когда мне команда спрашивала, слушай, а может там, может, не настоящий камин, или, может, вообще не будем делать, может быть, что-то другое, может, какой-нибудь арт-объект поставим. И каждый раз с разных сторон на меня заходили, ты точно думаешь, что он вам здесь нужен? Я говорю, точно, 100% должен быть камин. Для того, чтобы все это, как бы, сложилось, и все грамотно началось, и суперграмотно продолжилось, очень важно разобраться со всей инженерией, как здесь будут стоять вот эти вот печи, как будет происходить, как бы, вот эта вся технология. Там же все очень завязано друг на друге. И сложность, на самом деле, вот я ее вижу как бы только одну. Чуть дольше мы разбирали проект с вентиляцией. Почему? Потому что мы поставили камин, потому что мы поставили печи с огнем. Именно вот эти вот сложности, они ведут за собой. Вот здесь вот можно делать, вот здесь нельзя. Здесь ты вроде уже отпустил, и все пошло, как бы, прекрасно. А потом такой опять, а, блин, нет. И опять ты возвращаешься, и опять ты ищешь какие-то решения. А, в принципе, все хотят, как бы, чтобы это все происходило, как бы, быстро. Давай покажем, где у нас будет главный камин. Да, главный камин. Мы им выделили центральное место в нашем ресторане, потому что это зона центральной посадки. Здесь мы находимся, здесь у нас будут диваны, столы. Вот прям вся движуха будет происходить вокруг этого пространства. Всего в этой колонии будет находиться камин. Он будет почти 2 метра. Чтобы вы понимали, когда мы говорили большой камин, в смысле мы сказали, что это будет реально большой камин. То есть здесь будет такая вот большая топка, которая будет постоянно гореть огонь. Она стеклянная будет, да? Да, полностью стеклянная с трех сторон, где будет видно со всех сторон ресторана. Вот эти столы, они прям будут сидеть и наблюдать. И очень прикольно. Помимо этого камина здесь еще костровище будет у нас. И здесь будет гореть огонь. То есть они практически параллельно друг с другом будут полыхать. Здесь получается, ну, вот все люди, которые будут вокруг камина, мне кажется, здесь будут самые топовые места. Вечером, мне кажется, это успокаивает даже. Да, приглашенный свет и вот этот вот. А здесь еще рядом будет слышен его треск, и все будут хотеть, я думаю, сесть рядом. Когда мы создавали ТЗ как бы ресторана, мы сразу поставили большой акцент на то, что будет большой бар. Это был акцент после нашего камина, да? На втором месте. Это большой бар. Бар – это всегда место притяжения, это всегда место сбора людей, это всегда такая особая атмосфера. Она такая более свободная, она такая более вкусная, она такая более как бы расслабленная. И поэтому мы решили выделить бару прям огромное количество места. Когда нам говорили, что «Дима, вы теряете деньги, вы можете поставить здесь столы, вы можете поставить здесь диваны, люди будут кушать, оставлять здесь деньги». Но как бы мы не могли по-другому поступить. Напротив огромной кухни, классная, у нас будет бар. Познакомьтесь с Максом. Макс – бартендер, да? Да. Как почему? Шеф-бармен. Шеф-бармен, да, вот лучше, да, чем бартендер? Ну, повыше немножечко уровня. Повыше, да. Расскажи о территории бара, какой она будет, что здесь будет, что мы будем готовить и что у нас такого уникального будет в меню. Начнем. Бар огромный, это 7 метров. Неприлично, по-моему, огромный, да? Бессовестно. 8-9 посадочных мест, но я думаю, если все сместятся, можно и 10 человек посадить. Все в процессе стройки будем доделывать. Сейчас я занимаюсь расстановкой места для барменов. Эргономичность, в общем, внутри помещения, рабочая обстановка. Удивлять будем касательно коктейльной карты с сочетанием вкусов, смелым, я бы сказал, таким, как, допустим, там, свекла, грецкий орех. Ваня ездил в экспедицию, он мне привез очень занятную историю, что у них есть поклонение, как это сказать, белой пище, светлой пище. Они гонят молочную водку, и мы будем адаптировать это для московского рынка. То есть у нас в основном вся карта построена, если там какой-то самогон или водка, то она будет молочная. Я всех секретов не буду раскрывать. И на вот этой основе будут сделаны несколько напитков. Что касается древних каких-то рецептов, это, конечно же, настойки, потому что водка появилась не так давно, это 1936 год. Не было таких технологий, как сейчас, и поэтому люди занимались настойками. Расскажи, какие настойки у нас будут, какие будут вкусы? Так, ну, классически это бородинская со вкусами. Наша фирменная и моя любимая на сегодняшний момент. Такого ядреного бородинского хлеба, то есть это прям вот Русь, вот такая вот она. Настоящая. Хреновуха, по-русски, вот прям она так и звучит по-мужицки, хреновуха. Из ягодных это будет смородина, дикая таежная смородина, которая растет именно там в лесу. Голубики, спотыкачи, то есть по старинным рецептам спотыкач планируется именно... Спотыкач, вышел, споткнулся, упал, разбил нос и пошел дальше. Этимология самого названия будет, ну, мы стараемся ее соблюсти. А потом кач в караоке с разбитым носом. Когда ты пьешь, у тебя голова светлая, а ноги отказывают. Ой, да ты что? Чтобы человек не вставал из-за бара и сидел здесь долго и долго. Сильно. Травяные различные... Жесткий парень, да? Он мне тоже сразу понравился. Он сразу спотыкача начал просто. Он говорит, буду сидеть долго. Я говорю, все, брат, давай к нам в команду. Да, но, как правило, вы вот тоже сказали, опасные створи, настройки, типа, крепко. Спотыкач опаснее всего, потому что он пьется как ликерчик, такой легенький, женский. Но я бы не советовал бы женщинам пить. Ну, малоизвестные ягоды... По-моему, что-то таежные какие-то у нас были запахи. Да, ну, это вот сочетание с смородиной пихта, голубика, ель, там, сосновые почки. Ну, и получается, что любые коньяки, любые виски, там, все это будет... Да, да, безусловно, мы не будем фанатично уходить. Виски сауру можно... Конечно, безусловно, любая классика, это не любите водку, не пьете самогоны, любите, пожалуйста, любые виски, бурбоны, белые спирты, агавы, да. Текила, расселия, баконора, сатол, все это будет присутствовать. Как ты вообще попал в эту всю историю? Вот он, правда, он как-то это так сочетает, что это просто уникальный вкус, уникальные запахи. Пошел работать официантом, как правило, когда у тебя опыта нету, на бар, ну, сложно попасть. Так и не стал официантом, слава богу, не сдал меню кухни, потому что сочетание вот этих саусов, ну, то есть я больше по жидкости. Показал. Да, и предложил управляющий этого заведения встать за бар, я сказал, как это так, ну, типа, у меня нет опыта. Говорит, ничего, ну, сервис-бар без контакта, всему научат, пару недель ты сдаешь карту и встанешь за бар. Я поработал, наверное, года полтора, наверное, за баром, пришел к тому, что это все-таки с точки зрения подработки, нужно идти куда-то дальше. И начал смотреть какие-то вакансии, кем бы я хотел себя видеть, ничего не нашел. И начал скупать просто тоннами литературу, открывать сеть интернет, искать на иностранных сайтах, на современных, смотреть блогеров, следить за барменами. Ну, и развиваться, параллельно искать заведения, в каких бы я хотел работать. Пошел в коктейльные бары, потому что я считаю, что коктейльный бармен – это самый сильный бармен в этой сфере. Он как шеф-повар, да? По сути, да. Столько ингредиентов. Он даже как шеф-химик. Шеф-химик, да. Да, с точки зрения химии больше это подходит. Судьба свела вот с Дмитрием Орлянским, делал карту для его заведения, и он мне предложил этот проект, и я обрадовался, потому что Сибирь – это вот все мои, все травы, пихты, елки. Занялся, проработал карту, она еще в процессе проработки. Ребята, это просто бомба, потому что мы вчера были в бане, помимо того, что мы пробовали на стойке, просто мы вечером, я друзей собрал, как такую фокус-группу, попробовали несколько лимонадов. Расскажи, какие у нас будут фирменные лимонады, это просто пушка, ребята. Я такого никогда такие даже вкусов не чувствовал. Так, ну лимонады начнем с сочетанием крыжовник-ревень. Сразу начнем с двоечки. Да, ну то есть, если по рецептуре брать, такое русское понятие, как борщ, солянка какая-то, крыжовник тоже, российская ягода, все в детстве объедались. Ревень, красный ревень тоже. Я вот как поспрашивал людей, мало кто представляет вкус ревни, в основном это что-то такое в огороде где-то растет, какое-то корневище, неизбитое такое сочетание, хочется дать попробовать. Так, крыжовник-ревень, дальше. Зеленый горошек с щавелем, да. Возможно, будут другие сочетания, то есть, какой-то укроп, петрушка. У меня это топов за топ на сегодняшний день. Дальше проработали барбарис, это вот тот самый конфетный вкус из детства, леденцов, который мама, бабушка кому-то говорили. Причем он еще с травкой. Еловый лимонад, стереотипное погружение в Сибирь, в тайгу. Причем вот этот еловый лимонад, им очень круто, мне кажется, немножко запивать какой-нибудь самогон. Да, этим. Сем выпиваешь и сверху маленький глоточек холодного елового лимонада. Ну, понятно, что потом, как бы, будет сложно ориентироваться в пространстве, как бы. Но в таком пространстве будет, наоборот, классно. Да, Петя, Петя ответственна. Петя ответственна, Петя у нас, Петя в Мануле. В апреле у нас открытие, поэтому всех приглашаю сразу, наших подписчиков. Может быть, не на основной день, а уже, когда мы подготовимся нормально, а получим обратную связь, доработаем, и вот буквально через неделю после официального открытия мы сделаем открытие для всех подписчиков, соберемся здесь. Мне кажется, это... Погудим. Классная история, погудим, да. Мы специально сделали выпуск не таким длинным, потому что решили все вот по чуть-чуть, как бы, показать, как мы создаем продукты, куда мы идем, какие у нас планы. Как мы собираем команды, формируем что-то уникальное, да, на этом рынке, что-то такое, что не делали другие компании, как-то стараемся отстраиваться от рынка. В общем, передаем вам просто наше мышление, немножко вдохновляем и показываем, что сегодня, в 2024 году в России реально можно строить бизнес, не можно, а нужно. И сейчас, мне кажется, что лучшее время для того, чтобы начать делать по-настоящему крутые российские продукты. И вот таким российским продуктом стал Manul, который мы немножко на новый лад покажем нашей аудитории. Но прежде чем я закончу этот выпуск, я хочу, чтобы вы поучаствовали в конкурсе. Вам нужно подписаться на канал Трансформатор, вам нужно подписаться на наш инстаграм Manul.Moscow. Этот инстаграм доступен прямо сейчас. Написать внизу любой комментарий и к нему поставить либо ссылку, либо ваш логин на инстаграм. Мы все проверим. Если вы подписаны на канал и на инстаграм, и рандомно выпал ваш комментарий, то 10 человек мы выбираем и каждому дарим 10 сертификатов по 10 тысяч рублей. Вы можете просто прийти сюда парой, втроем, вдвоем провести классный вечер и просто кайфануть максимально от той атмосферы, которую мы здесь создавали, наверное, в течение года. Да, даже больше, наверное, от идеи. От идеи, наверное, уже больше года до того момента, когда вы придете, сядете за стол, вам принесут меню, и вы отдадите этот сертификат, и вам скажут, что поздравляют вас с победой и как следует накормят. Поэтому, друзья, подписываемся на канал, подписываемся на инстаграм, любой внизу комментарий, и не забываем указывать в свою инсту, чтобы мы могли все данные проверить. 10 человек по 10 тысяч рублей могут потратить в этом ресторане. Но в целом, как бы, мы пошли работать, готовиться к открытию. Конечно, конец апреля, точные даты увидите у меня в соцсетях, дату официального открытия также увидите, welcome, приходите, будем всех ждать. До встречи в следующих выпусках, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok